МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень в самом разгаре, но это не повод грустить. Находим плюсы в межсезонье. В эфире программа про всё. Здравствуйте. Осень пора, когда особенно хочется погрустить. Есть ли этому объяснение? Мы решили поговорить на эту тему с психологом. После яркого и активного лета природе просто необходим отдых. Так и человеку. Чтобы подготовиться к холодной зиме, нужно восстановить эмоциональные силы. По мнению психологов, осень – самое время остаться наедине с собой и разобраться во всём, что тревожит. Мы являемся свидетелями умирания живой природы перед зимой. И это в той или иной степени сказывается на человека. Фактически при нас живая природа начинает потихонечку увядать. И если у человека внутри есть какие-то особые переживания, связанные с отношением к смерти, с потерей близких людей, не пережитые, не отпущенные и не переведённые в состояние ресурсного позитивного эффекта дальнейшей возможности развития, то тогда получается, что человек вдруг соприкасается со своими внутренними непроработками. Наверняка вы слышали о бассейне Хандре. Она свойственна далеко не всем людям, но многие с ней всё-таки знакомы. Но не стоит переживать. Объяснение этому недугу есть даже с медицинской точки зрения. Световой день становится короче, а от недостатка витамина D количество гормонов счастья вырабатывается гораздо меньше. Потому и возникает унынье. Стоит ли бороться с перепадами настроения? По мнению психологов, слово «борьба» здесь неуместно. Нужно научиться понимать себя. Если брать о сотрудничестве, о сотрудничестве эмоциональной сферы, то есть как помочь своей эмоциональной сфере, чтобы не снижалось вот это вот настроение, чтобы не уугасала способность переживать радость. Я бы рекомендовал для тех, кому нравится смотреть, например, визуальные представители человечества, они чтобы добавили в свою жизнь больше ярких моментов, больше ярких цветов. Аудиалам советуем слушать больше музыки, которая пробуждает приятные воспоминания. Кинестетики. Добавляйте в свою жизнь движения. Это могут быть занятия спортом. Кстати, по словам специалистов, еще одной из причин осенних андрей является потеря тепла. А спорт как раз поможет почувствовать его снова. Поэтому смело отправляемся в зал. Почувствовать тепло помогут и домашние питомцы. Хоть осень и принято считать официальным поводом для грусти, все же не забывайте, что позитивное мышление – это не только способ быть в хорошем настроении, но и прекрасная мотивация на будущее свершения. Почему люди болеют? Конечно же, все знают ответ – слабый иммунитет. Мы решили вспомнить старые добрые способы, которые помогут сохранить здоровье. Неудивительно, что в холодное время года мы больше подвержены простудным заболеваниям. Однако проверенные временем средства помогут оставаться в строю и наслаждаться золотой осенью в полном здравии. Самое известное средство – это витамин С. Доказано, что млекопитающие, за исключением людей, не подвержены простуде. А все потому, что их печень интенсивно вырабатывает аскорбиновую кислоту, которая помогает организму бороться с болезнями. Человек же не умеет вырабатывать собственный витамин С, поэтому запасаемся им извне. Вот грейпфрукты уже начинают спеть, ну, уже вот такие желтые, в принципе, уже можно такие срывать. Для этого подойдут все цитрусовые и поливитаминные комплексы, но не переусердствуйте. Не менее известный – чеснок. Старайтесь добавлять его как можно больше в блюдо. Мариную чеснок. Вот такой вот замечательный молодой чеснок. Он обладает прекрасными антибактериальными и противовирусными свойствами. Для тех, кто не готов мириться с целебным ароматом, есть другой вариант – чесночное масло. Его можно просто втирать в ступни ног на ночь. В целях профилактики простудных заболеваний врачи рекомендуют завести так называемую медовую аптечку. Сам мед укрепляет иммунитет и стимулирует работу защитных клеток организма. А прополис, например, повышает защитные силы организма у здоровых людей и ускоряет выздоровление у заболевших. Вы знали, что вирусы простуды и гриппа не могут справиться со щелочной средой? Так что пейте больше минералки. Кроме того, минеральная вода прекрасно очищает организм от накопившихся лекарственных препаратов. Одна польза в общем. Почувствовали признаки простуды? Не медлите и отправляйтесь в горячую ванну. Для лучшего эффекта добавьте морскую соль и экстракт эвкалипта. Такое сочетание быстро вернет силы и поможет организму справиться с первыми симптомами. Однако больше 10 минут нежиться в такой воде не стоит. Пусть сегодня природа окрашивается в яркие цвета. Но есть на планете места, которые в этот период просто поражают своей красотой. Куда стремятся попасть туристы в межсезонье? Смотрите далее. А вы знали, что есть такие места, куда туристы стремятся именно осенью? А все потому, что их красота просто поражает. Так, например, рисовые террасы в китайской провинции Юньнань. К этому времени года рис созревает, и склоны гор окрашиваются в золотые и багряные цвета. Создавались эти террасы вручную крестьянами, которые проявили смекалку и приспособили холмистую местность к сельскохозяйственным нуждам. Располагаются они на высоте от 200 до 2000 метров над уровнем моря и занимают более 20 тысяч квадратных километров. Добраться туда не так-то просто, но оно того стоит. Япония радует красотой природы не только весной, когда цветет сакура, но и осенью. У жителей страны восходящего солнца даже есть традиция, которая называется койо, что в переводе означает «красная листва». Японцы собираются семьями в парках и любуются на листья кленов. В сезон койо можно также попасть на красочные фестивали, где все гости наслаждаются национальной едой, музыкой, танцами и развлечениями. Французский городок Бургундия славится не только своим вином, но и красотой природы. Осенью виноградные плантации окрашиваются в яркие цвета и радуют глаз как местных жителей, так и туристов. К тому же, если вы окажетесь в Бургундии в конце ноября, то уже сможете отведать молодое вино этого старейшего винного региона. Кстати, часть виноградников Бургундии находятся под защитой ЮНЕСКО. Ну а в России осенью туристы предпочитают горный Алтай. Этот удивительный край пленит своей красотой. Настоящий рай для экологического туризма. Осень на Алтае – это леса, отливающие золотом и горные вершины, сверкающие белоснежными шапками. А реки и озера играют изумрудными и лазурными отливами. Зрелище просто невообразимое. Женевское озеро Лиман в границах Швейцарии и Франции является вторым по величине пресноводным озером Центральной Европы. Здесь совершают экскурсии на пароме, восхищаясь очарованием лазурной воды, старинных зданий, сказочных домиков, ухоженных газонов и пылающих красок осени. Национальный парк «Плицвицкие озера» в центральной части Хорватии тоже входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находятся 16 красивейших озер, более 100 водопадов, два десятка пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившийся с древних времен. Буйство красок и оттенков здесь поражает воображение. Расположенные каскадами озера демонстрируют различные оттенки голубого, синего и бирюзового, в то время как листва радуют всевозможными оттенками зеленого, золотого и огненно-рыжего. В Канаде туристы стремятся посетить каньон на реке Агава и окружающий его парк дикой природы. С 1952 года курсирует специальный поезд из города Су-Сент-Мари. Специально оборудованные вагоны с большими окнами, снабженные аудиогидами и мониторами, за два часа доставят каньон у всех желающих. Можно прогуляться и подняться к смотровой площадке, чтобы насладиться открывающимся оттуда великолепным видом, одетых в золото и багрянец осенних лесов. Жители некоторых стран совсем не замечают наступление осени. Мы встретились с иностранцами и поговорили, чем наша осень отличается от их. Обычно в Корее осень не так холодно, просто прохладно. Обычно 15 или 16 градусов. У нас есть много клёнов, и осенью они станут красными, поэтому у нас есть сильная пробка, чтобы путешествовать во всей Корее, включая кореец и туристов в иностранных странах. В Корее осень – самая хорошая погода, по-моему. Мне я немножко удивился, потому что только что я слышал, сейчас в России осень, потому что в Корее осенью нельзя снег идти, поэтому в Корее снег идёт, тогда уже зима. В Корее есть праздник урожая, называется Чусок. Много людей проводят премия с семьей и с родственниками. И они обычно готовят вкусную еду и традиционную еду. Например, традиционный торт из риса. И внутри торта есть варенье и жареное зряно и сахар. И мы покушаем вместе и делаем счастье и здоровье друг с другом. В Колумбии осень не такая холодная, как у вас. Более тёплая, где-то 13 градусов. Потому что у нас тропический климат. У нас нет снега, только солнце и не сильный ветер. Мне не нравится ваша осень. В Колумбии люди, у которых есть свой огород, осенью собирают урожай овощей и фруктов, как и в России. Но у нас нет зимы, и это хорошо. У нас в Малайзии климат кардинально отличается от вашего. У нас тропический климат и постоянно тепло. У нас просто нет осени. С марта по апрель и с октября по ноябрь у нас идут дожди. Ещё осенью у нас проходит фестиваль, обычно в сентябре. Люди готовят традиционные десерты и просто гуляют по городу. Мне нравится осень в России, потому что не очень-то и холодно, и можно погулять. Но мне не нравится зима. Она действительно очень жестокая и холодная. Первый день осенью и первое сентября у нас день от зависимости, масштабно по всей стране празднуется. У нас намного теплее. У нас, как я вижу здесь в России, как ежегодно ожидаю, вижу. Здесь снег осенью очень-очень, снега очень много, ну, так же, как и зимой, но у нас, в Узбекистане, такого нет. У нас погода тёплая, днём очень тепло, вечером холодно. Осень – это всего лишь пора года, поэтому получайте максимум удовольствия. С вами была Дарья Панченко и программа «Про всё». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!